Жителей Франции ошарашили гигантские чудовища, которые прошлись по центральным улицам города Тулузы, приковывая к себе тысячи взглядов. Одним из них стал 15-метровый Минотавр. Все это часть шоу механических машин «Хранитель храма». По словам организаторов, так они решили воплотить древнегреческие мифы о Минотавре наяву. Вот так художница из США Энни Томас с помощью красок перевоплощается в мультяшных героев. И это ее хобби. На своей страничке в сети Инстаграм девушка регулярно предстает в разных образах. Дочь телеведущей Ксении Бородиной, двухлетняя Тиона, меньше чем за сутки стала новым интернет-мемом. А все благодаря забавному ролику, который Ксения опубликовала на своей Инстаграм-странице. Бородина описала видео словами «Слезы всех женщин этой осенью, кто очень хотел в Дубае». За сутки ролик набрал больше трех миллионов просмотров. Фанаты Ксении посочувствовали малышке и оценили чувство юмора ее матери. Но среди подписчиков телеведущей нашлись и те, кто посчитал, что они с супругом разбаловали дочь. Музыкант Пол Бартон исполняет на своем фортепиано классические композиции. Кому бы вы думали, старым, умирающим слонам в знаменитой долине смерти в Америке. На одном из видео Бартон играет на фортепиано Адажио. Животное в ответ тянет к человеку свой хобот и внимательно слушает музыку, долго не уходя от исполнителя. Таким образом, мужчина пытается скрасить пожилым животным их последние дни. Многие пользователи сети оказались растроганы общением музыканта с животными. Приморская журналистка Мария Нетребенко опубликовала пост на фейсбуке о китовой тюрьме в бухте Средняя под находкой. Пост, который за сутки просмотрели почти 200 тысяч человек, был дополнен видео. Благодаря дрону журналисты увидели, что в загонах, построенных в море, находятся около 11 косаток и 90 белух. По словам Марии, масштабы происходящего поражают. Сейчас это просто какой-то магазин. Кроме косаток и белух, проходящих предпродажную подготовку, был обнаружен и отдел, торгующий безухими тюленями. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в бухте Средняя, недалеко от находки, содержатся десятки белух и косаток, которые, вопреки закону, готовятся к продажам КНР. Напоминаем, вы также можете стать автором рубрики. У вас есть фото и видеоматериалы, которыми вы хотите поделиться или хотите, чтобы об этом говорили? Присылайте их нам на WhatsApp. Самое интересное вы увидите в эфире 8-го канала. Дмитрий Беломестнов, Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.